Всем привет! Это DayNightTV и самые позитивные новости шоу-бизнеса снова в эфире! И сегодня мы покажем, почему Ева Мендес бреет лицо, кому подкатывает Билл Мюррей и что за модели у Ди Каприо. Ребята, ребята, а что у вас происходит сейчас? Прокомментируйте! Как пытаются помириться Меган Фокс и Мэшн Ган Келли, какими будут неудержимые четыре и как поёт Брэд Питт. А также мы продолжим нашу рубрику о приключениях DayNightTV. Мы в настоящем Бэтмобиле, сегодня здесь огромное количество фанатов. Жми лайк и мы начинаем! Ничего себе! Вот это пара, 72-летний Билл Мюррей, решил подкатить к 43-летней певице Келлис. Наверное, многие помнят её хит в начале 2000-х под названием «Милкшейк». Официально пара никак не комментирует свои отношения, но звезду охотников за привидениями часто видят на её концертах. То Мюррей внезапно оказывается рядом, когда Келлис где-то отдыхает. В общем, похоже, что у 83-летнего Аль Пачино и 79-летнего Де Ниро появился молодой ученик, который идёт по их стопам. Молодец! Тейлор Свифт во время своего концерта в Чикаго случайно сглотнула жука и чуть было не подавилась. Ой, я заглотнула жука, извините. Но уже всё окей, я его вообще проглотила. Да их тут тысячи летает, так что это может повториться. Говорят, что по тревоге был поднят целый спецназ по борьбе с жуками. Обнаружив насекомых, уничтожать. Знаменитая франшиза ужасов «Кошмар на улице Газов» прославила актёра Роберта Инглунда, который после скитания по второстепенным ролям нашёл своё призвание и играл Фредди Грюгера аж с 1983 года и до 2003. Тогда же в первой части «Кошмаров» небольшую роль сыграл ещё никому неизвестный Джонни Депп, который впоследствии стал суперузнаваемым. А вот Роберта Инглунда, который играл главную роль Фредди без маски, так толком никто и не знает. Как думаете, это справедливо? Ого, Ева Мендес бреет лицо? Чёртвёрка, кот. Так, ну смотрите, как гладенько. Знаменитая актриса и жена Райана Гослинга показала, как она ухаживает за лицом. Но я просто обожаю любые процедуры по уходу за лицом. Эта процедура называется дермопланинг. Во время неё происходит соскабливание поверхностного рогового слоя кожи на лице под углом 45 градусов с помощью специального лезвия. Да, печёт, наверное, потом просто жесть. Нормально. Я считаю, чем больше болит, тем лучше результат. Ева ходит в салон красоты сестры другой актрисы, Софии Вергары, так как она уверена, что здесь точно не будут одной бритвой и других клиентов под бревать. Ага, он уже бреется моей бритвой. Ева наводит Марафе, так как планирует перезапустить свою актёрскую карьеру. Пока муж снимается там со всякими Барби, то ей уже надоело сидеть дома с детьми. Да я уже не помню, когда я вообще выходила на красную дорожку. Ну что думаете, сможет ли побритая Ева Мендес перезапустить свою карьеру? Леонардо Ди Каприо продолжает приглашать лучших моделей попить чаю на свою яхту. В этот раз не устояла перед горячим чаепитием красотка Меган Рош. Ей 22 года, так что это точно подходит для Лео, который уже приучил всех к тому, что подбирает девушек младше 25. В общем, Меган уже сфоткали на отдыхе с Ди Каприо, который возил её потусоваться на Ибицу. Сама же Меган уже давно строит успешную модельную карьеру, появляясь на показах Версачи, Дольче Габбана, Фенди и других. Интересно, что она считается подругой Джи Джи Хадид, с которой Ди Каприо якобы встречался перед этим. Неужели передала по наследству? Красотка Меган Фокс и певец Мэшинган Келли продолжают попытки наладить отношения. Ребята, ребята, а что у вас происходит сейчас? Прокомментируйте. Алло, куда ты пошёл? После мутных слухов о якобы измене певца, он взял себя в руки и решил пойти на воссоединение с Меган. Не, ну это, любовь, это самое главное в нашей жизни. Как говорили великие, меня легко забыть, но сложно потерять. В общем, говорят, что парочка уже обратилась даже за помощью к психологу. Ну да, мы нашли специалиста, который работает как с парами, так и отдельно. Ну в общем, он говорит, что если пошёл скандал, то надо обоим закрыть рот и вот так выставить язычок. Вот это совет! Друзья, а как вы справляетесь с семейными скандалами? Брэд Питт начал петь... Неожиданное появление знаменитого актёра заметили в финале третьего сезона сериала «Дэйк». Также там были Рэйчел МакАдамс и рэпер Дрейк. Ну а сам Питт исполнил песенку, хотя его голос явно был обработан автотюном. Ну а вы же знаете, как это у них там происходит? Хотя, конечно, бывает и другой вариант. Кстати, а вы как поёте? Актёр, музыкант, художник, кумир миллионов. Джонни Депп уже вошёл в историю. А тебя как ругали в школе? Ну спрашивали о голову, ты не забыл. Алло. Джонни Депп тебя не любит. А мы его любим, несмотря ни на что. У нас было пять упаковок активированного угля. Три пакетика коры дуба и крушины. Десять баночек мощнейших аскорбинок. Внимание! Уголь, о котором Джонни Депп говорит выше, не активированный. Для активации угля вам нужно отправить СМС на номер... Шутка. Конечно же шутка! Ни в коем случае никуда не отправляйте никакие СМС. А просто перейдите по ссылке в описании и посмотрите видео про этого замечательного человека. На этой неделе ему исполнилось 60 лет. ДНТВ поздравляет его с праздником и желает всего самого наилучшего. Легендарная франшиза Парк Юрского периода празднует юбилей. 30 лет. Подумать только о режиссер картины Стивен Спилберг купил права на экранизацию одноименного романа еще задолго до его публикации за полтора миллиона долларов. И, как выяснилось, не прогадал. Фильм собрал в мировом прокате почти миллиард. А именно 914 миллионов долларов и стал самым кассовым в истории на тот момент. Рекорд продержался до 97-го года, когда его побил уже Титаник. Сами динозавры были созданы с помощью революционных компьютерных изображений от компании Industrial Light & Magic и аниматронных динозавров в натуральную величину. В итоге фильм получил более 20 наград, в том числе 3 премии Оскар за технические достижения в области визуальных эффектов и звукового дизайна. В общем, если вы фанат этой франшизы, то оставьте отзыв об этой серии фильмов в комментариях. Пока Меган Фокс пытается помириться с Мэшинган Келли, к ней на съемках уже прижимается Джейсон Стейтем. Добро пожаловать домой, дорогая. Да, кто бы не хотел побороться с Меган. В общем, вышел трейлер четвертой части франшизы «Неудержимые». Я пойду с тобой. А ты не приглашу. Главный вдохновитель «Неудержимых» Сталлоне также будет, но во второстепенной роли. Он передает бразды управления отрядом Стейтему. А еще в отряде мы увидим Дольфа Лунгрена и Фифти Сента. Запомни это лицо и смотри в него случайно не выстрели. А вот Ван Дамма, который хотел впихнуть в фильм еще и своего сынулю и дочь, в итоге не взяли. Но зато будет новое поколение героев боевиков. Тони Джа и Ико Ювайс. А побольше ножа не нашлось. Выход фильма обещают в сентябре. Кто ждет новые приключения отряда «Неудержимых», пишите в комментариях. Ключ к бессмертию – это в первую очередь прожить жизнь достойную памяти. Сказал однажды Брюс Ли и оказался прав. Его неординарная личность вошла в историю и стала по праву бессмертной. Убедиться в этом можно на городском кладбище Лейк-Вью. Там есть две могилы, на которых всегда лежат цветы. Это могила Брюса Ли, который скончался в 32 года от отека мозга. И рядом могила его сына Брэндона, который трагически погиб на съемках, когда ему было всего 28 лет. Вокруг их смертей очень много тайн и мистификаций. Но мы не будем копаться в теориях заговора, а расскажем лишь факты. Друзья, мы продолжаем рубрику о приключениях Дэйнайт Ти-Ми. И сегодня вы увидите знаковые места в Сиэтле, связанные с жизнью Брюса. А также добытые нами комментарии звезд, которые знали его лично. Поехали! Начнем с Голливудской Аллеи Славы. Хотя нет, начнем с того, что если вы еще не подписались на Дэйнайт Ти-Ви, то сделайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски о звездах и кино. Итак, Голливудская Аллеи Славы, где постоянно что-то фоткают, снимают, жарят, кувыркаются, читают рэп и ходят в костюмах супергероев. Ставят пираты, аватары. Хей, гайз! А еще практически каждый месяц здесь открывают новую звезду в честь известных деятелей кино и шоу-бизнеса. Звезда Брюса Ли была открыта в 1993-м. Тогда Дэйнайт Ти-Ви еще только видеокассеты с ним пересматривали. Но уже в 2020-м, когда мы узнали, что очередную именную звезду откроют Берту Уорду, который играл Робина в сериале «Бэтмен», то было ясно, что попасть туда мы должны обязательно. И при чем здесь Брюс Ли, спросите вы? Объясним чуть позже. А пока знакомьтесь. Берт Уорд. Любителям исключительно современного кино это имя, возможно, ничего и не скажет. Но вот местные фанаты комиксов и ретро-фильмов буквально не опускали смартфоны, стараясь запечатить каждый миг награждений своего кумира. Особенно страсти накалились, когда сюда подъехал ретро-мобиль. Мы в настоящем Бэтмобиле. Сегодня здесь огромное количество фанатов и старожилы Голливуда. Открытие звезды Берту Уорду. Как оказалось, это точная копия Бэтмобиля, на котором ездили герои популярнейшего в 60-х сериала «Бэтмен». А вот оригинал выкупил в 2013 году предприниматель из Аризоны за 4 миллиона 200 тысяч долларов. Как сказал счастливый обладатель авто, я фанател в детстве от сериала «Бэтмен», где снимались Адам Уэст и наш виновник сегодняшнего торжества Берт Уорд. Этот дуэт даже вошел в книгу рекордов Гиннеса, ведь они стали единственными актерами, которые снимались вместе в одном амплуа более 50 лет. Но вернемся к Брюсу Ли. Так вот, в некоторых сериях того самого Бэтмена появлялся и наш герой. Нам удалось пообщаться с Бертом, ведь он один из немногих живых актеров, кто снимался вместе с Брюсом Ли. Брюс и я жили в одном жилом комплексе, как раз когда я начал сниматься в «Бэтмене». А Брюс получил роль Като в сериале «Зеленый шершень», который снимал тот же продюсер. И он здорово тогда представил роли «Зеленого шершня» и Като фанатам комиксов по всему миру, появившись и в одном из эпизодов «Бэтмена». А еще Брюс и я, мы были спарринг-партнерами, мы иногда сражались. И вот одна из первых боевых сцен с Брюсом Ли, который станет впоследствии самым знаменитым мастером боевых искусств, состояла со мной. Мы также тренировались вместе. Это был прекрасный опыт. А чуть позже, через несколько лет, меня приняли в мировой зал славы и кикбоксинга. Так что это была для меня большая честь. Ну а сегодня, конечно, еще одно большое событие. Ведь я получил свою собственную звезду на Голливудской аллее славы. Лучше не придумаешь. А вы практиковали еще и тхэквондо? И не только. Я занимался тхэквондо, занимался кунг-фу, также практиковал кемпо и джиу-джитсу. Что ж, вот так оказывается именно в поединке с Робином из сериала «Бэтмен». Персонаж Брюса Ли тогда впервые продемонстрировал на экране свой высокий уровень боевых искусств. Это же Берт подтвердил, выступая за трибуной на открытии своей звезды. Я был счастливчиком, потому что мои родители отдали меня в секцию карате в 1959-м, когда это еще не было так популярно. А еще я оказался вдвойне счастливчиком, потому что моим соседом стал Брюс Ли. И мы с ним были друзьями, вместе спарринговались, ходили в Чайна Таун. Да я помню даже, когда его сыну Брэндону было всего шесть месяцев. И вот мы тогда поназаказывали целую кучу китайской еды. Ну, вы же знаете, он прожил столько лет в Гонконге. И, кстати, интересный факт. Первая боевая сцена с участием Брюса Ли, которая положила начало его невероятной кинокарьере, была как раз со мной в Бэтмене. Вот такие фразы озвучил Берт Уорд. А мы тем временем увидели тут еще одну звезду кино – Кевина Смита. Режиссер, актер и сценарист таких фильмов, как «Догма», «Клерки», а также серии картин про Джея и «Молчаливого Боба». Кевин Смит пришел поддержать Берта, потому что считает его своим наставником и мотиватором. Берт сказал нам пару хороших, я бы даже сказал отличных слов про Брюса Ли, точнее, сотрудничестве с Брюсом. А мы как раз собираемся отмечать 80-летие Брюса, поэтому нам интересно, а что же значит для тебя, Брюс Ли, как личность, как герой? Мое первое знакомство с Брюсом Ли было как раз с этого сериала про Бэтмена и Робина. Особенно запомнилась схватка с Робином, которую я увидел в том сериале. Ну а затем, конечно… А нет, подождите, еще был «Зеленый шершик». Ну а затем вышли его знаменитые фильмы, когда я уже был постарше. У нас тогда не было подобных экшн-фильмов, которые есть сейчас. И Брюс Ли сделал идею боя кинематографичной. Подумайте о любой боевой сцене, которую вы видели. Да, например, вот Генри Кавилл в фильме «Миссия невыполнима», который двигался в похожем стиле. В общем, в большинстве своем язык игрового кино берет свои стоки из его фильмов. Как вы поняли, Кевин лишь подтвердил слова Берта о влиянии Брюса Ли на Голливуд. И вспомнил, как и сам в детстве залипал под боевики Брюса и его последователей. А мы тем временем покидаем центр Лос-Анджелеса и движемся ближе к побережью, где живет еще один хороший знакомый Брюс Ли. Он же звездный тренер Голливуда и известный во всем мире каратист. В свое время он мог стать не менее знаменитым актером, чем его друзья Чак Норрис и Брюс Ли, но выбрал спокойную семейную жизнь и другой бизнес. «Привет, я Боб Уолл и хочу передать привет Украине. Я люблю вашу страну и хотя был в Киеве всего раз, но я считаю, что это необыкновенный город с прекрасными людьми». На момент записи интервью ему было 81, и он был в отличной форме. Еще бы, черный пояс по карате и по корейскому боевому искусству танцудо. Боб Уолл встретился с нами, чтобы поделиться воспоминаниями о Брюсе Ли, а также показать фотоальбом со своими учениками и друзьями. А там кого только не было. Элвис Пресли, Джордж Буш-старший, Арнольд Шварценеггер, Уэсли Снайпс, Чак Норрис, но обо всем по порядку. «Я получил свой первый черный пояс по дзюдо еще в далеком 1957-м. Потом в 60-м начал заниматься тайским боксом, когда в США о нем еще никто и не слышал». Тогда Боб уже стал известным бойцом и не боялся бросать вызов любому. «Рейнджеры, киллеры, уличные бойцы, да кто угодно. Заходи, закрывай двери и покажи, что ты можешь. У меня было немало таких тестов, поэтому я много раз ломал свои конечности». Впоследствии судьба свела его с тогда еще молодым Чаком Норрисом, с которым Боб будет дружить всю жизнь. «Боб мой ученик». «Я знаю Чака с 64-го года, когда мы развивали вместе одну из крупнейших сетей спортзалов для изучения боевых искусств. И он, конечно, замечательный парень. Просто невероятный». Через несколько лет, в 1968 году, Боб встречает и свою любовь – Лиллиан. Тогда они решили не расставаться надолго даже из-за работы. Впрочем, правило пришлось нарушить из-за одного звонка от легендарного Брюса Ли. «Брюс пригласил меня сняться в фильме, и я согласился. И сейчас я единственный из живых актеров, принимавший участие во всех трех фильмах Брюса Ли». Ради съемок фильма «Выход дракона» Бобу пришлось оставить любимую жену и на два месяца улететь в Гонконг на съемки. Там он не только тренировал и готовил многих бойцов для фильма, но и сам сыграл одну из главных ролей. Картина с бюджетом 850 тысяч долларов только в первый год проката заработал больше 100 миллионов долларов. И таким образом моментально сделала всех актеров звездами. Интересный факт. А вы знали, что в этом фильме снимался еще тогда никому неизвестный Джеки Чан? Джеки Чан. Да, я нанял его тогда для съемок в фильме «Выход дракона». Он замечательный каскадер, но не такой уж и крутой каратист. Мы убивали его в фильме четыре раза, ведь он был в массовке. И если вспомнить, то единственный эпизод, где можно увидеть его лицо, это когда Брюс схватил его за волосы. После такого коммерческого успеха картины предложения от крупных киностудий буквально посыпались на Боба. После фильма «Выход дракона» в Warner Brothers предложили мне контракт на съемки в трех картинах, но мы с женой обсудили это и решили отклонить такое предложение. Мало кто мог бы устоять от такого заманчивого предложения, но у Боба были свои причины. Во-первых, у него на тот момент родилась дочь, а во-вторых, каждый контракт предполагал длительные съемки вдали от дома. Но сегодня Боб нисколько не жалеет о своем выборе, тем более, что со своей женой Лиллиан они уже полвека вместе, как сказали бы у нас, сыграли уже золотую свадьбу. К сожалению, это было одно из последних больших интервью Боба. В январе 2022 года его уже не стало. Вместе с ним ушла целая эпоха настоящих мастеров и свидетелей рассвета боевых искусств как в народе, так и в кино. Если вам было интересно его слушать и вы хотели бы посмотреть полную версию этого интервью, напишите в комментариях и мы обязательно его выложим. Благодарим Боба за этот невероятный рассказ и движемся на север Штатов, город Сиэтл, чтобы найти несколько знаковых мест, связанных с легендарной фигурой Брюса Ли. И да, пока мы едем, не забудь подписаться на ДНИТ-ТВ. Или не сложно, нам приятно. Брюс Ли родился в Сан-Франциско, в гастролирующей семье артистов. Отец – актер-комик, а мать – певица китайской оперы. Впоследствии семья возвращается из Штатов в Гонконг. Там маленький Брюс берется за изучение «Нет, не боевых искусств!» И становится чемпионом Гонконга. И только после этого принимается за Кан-Фу. В 19 лет Брюс Ли вернулся в США. Там он окончил техническую школу Эдисона и поступил в Вашингтонский университет города Сиэтл. Вот так выглядит изнутри этот университет, где наш герой изучал философию. И кажется, настолько в этом преуспел, что один из профессоров даже попросил Брюса Ли преподавать студентам китайскую философию, Со временем, объединив одно учение философию и разные стили восточных единопорств, Брюс открывает собственную школу боевых искусств, где начинает преподавать джит-кун-до – стиль кан-фу, который он разработал и совершенствовал вплоть до самой смерти. Ну а вот, пожалуй, самая знаменитая достопримечательность Сиэтла – так называемая Space Middle или Космическая игла – так называли эту башню. Ее построили еще в далеком 1961 году, но дизайн поражает и сегодня. Высота гиганта – 184 метра, а вес – 9,5 тысяч тонн. Так вот, именно к этой башне в октябре 1963-го Брюс пригласил свою девушку Линду на свидание. И через год они уже поженились. А теперь мы отправляемся в Чайна Таун, или китайский квартал города Сиэтл. Оглянувшись по сторонам, кажется, что ты вообще не в США. Вокруг одни китайцы, а на табличках лишь иерогрифы. Впрочем, именно здесь мы нашли один из древнейших ресторанов Сиэтла, где любил пообедать Брюс Ли. Называется заведение Тай Тунг. Официант сразу любезно показал стол, где сидела звезда. Он часто брал келятину под устречным соусом и рис. А если приходил с друзьями, то заказывал много овощей, креветки и курицу. Попробуем сейчас заказать любимое блюдо Брюса Ли. Пока ждем заказ, рассматриваем фото и картины, которые впоследствии подарили ресторану ученики известного актера. И вот, наконец, все готово. Рис и душистая говядина. Сегодня будем пробовать то же блюдо, которое заказывал обычно Брюс Ли. Оказалось очень вкусно. А гостеприимство не знает границ. Здесь действительно рады всем фанатам первой звезды боевиков. Это фото мы сделали несколько лет назад, когда к нам пришла его жена Линда Ли. Жена и дочь Брюса Ли живут в основном в Лос-Анджелесе. Однако и в Сиэтле осталось еще одно место, связанное с нашим героем. Там, где он обрел свое последнее пристанище. На городском кладбище Лейквью есть две могилы, на которых всегда лежат цветы. Это могила Брюса Ли, который скончался в 32 от отека мозга. И рядом могила его сына Брэндона, который трагически погиб на съемках, когда ему было всего 28 лет. Вокруг их смертей очень много тайн и мистификаций. Кто-то считал это месть конконгской мафии за то, что они не делились прибылью. Другие считали, что это все подстроили завистливые мастера кунг-фу за то, что Брюс Ли выдал все секреты их боевых искусств. Но как бы там ни было, ясно одно. Даже за свою короткую жизнь он стал настоящим героем вне времени. И это был наш традиционный выпуск лучших новостей за неделю от ДНТВ. Напомним, помимо отдельных видео о знаменитых актерах и громких событиях, каждое воскресенье мы показываем самые интересные моменты из мира кино и шоу-биза. Если ты здесь впервые и понравился формат, обязательно подпишись. А те, кто с нами давно, не забудьте поддержать нас лайком и комментарием. Всем спасибо и увидимся в следующих выпусках на ДНТВ. Субтитры подогнал «Симон»!